Правительство Италии разрешило гражданам добираться до своей загородной недвижимости. И тогда мы сразу помечали все люди Вальгардена, где у нас скромные апартаменты. Сельва Дивальгардена находится в автономном регионе Трентино-Альто-Адидже, в долине Гардена, которая является одной из красивейших горных долин в альпийских доломитах. Одной из самых фотографируемых мест в Европе, входящей в самый большой горнолыжный регион мира – доломиты Суперски, с 1246 километрами трасс. Та-дам! Пять часов встали и в шесть часов отправляемся в Кемень. Дождь, дождь, Бергамо, дождь, горы, вперед! В регион Трентино-Альто-Адидже из Бергамо или Милана надо взять автостраду А4, доехать до Пискиры-Гарды или до Вероны. По дороге остановились в автогриле Баули. Его недавно полностью отреставрировали. Новенький, как с иголочки. Затем свернули на автостраду А22, так называемую автостраду Брейнера, которая соединяет Австрию с Италией через перевал Брейнера. Одна из красивейших автострад в Италии. Виноградники, яблочные сады и старинные замки украшают ее. Конечно, в более хорошую и более теплую погоду. Брейнеру путь проторенный еще с античных времен. Автомагистраль в две полосы и очень загруженная. Поэтому крайняя полоса – это сплошная череда груженных фур. До Бальца на дороге соседствуют с рекой Адиджи. Мы берем выезд и съезжаем с автострады. Вы видели, как выглядят виноградники под снегом? Вот, пожалуйста. Берем провинциальную дорогу, которая пролегает в долине Изарка. Вдоль реки Изарка. Изарка по-итальянски, Айзек по-немецки, Изарч по-ладински. Трентин-Альту-Адиджи – два официальных языка – немецкий и итальянский. А также язык меньшинства – ладинский. Доезжаем до деревеньки Понте-Гардена, что значит мост в Гардена. Через мост проезжаем в реку Изарка, где сверху доминирует замок Троустбург. Первое упоминание о нем относится к 1173 году. Замок открыт для посещения. Ссылку найдете внизу. Переезжаем в мост и въезжаем в долину Гардена. В самом начале она очень узкая. По ней протекает река Рио-Гардена или Грёднер-Бах по-немецки, или Дюрсен-Паладинский. Ну, как вам нравится. Посмотрите, сколько упало деревьев из-за обильного снегопада. Учитывайте это, когда вы собираетесь ехать в горы зимой. Кто может упасть дерево на крышу машины? Ладно, не буду пугать. Постепенно дождь превращается в снег. Чем мы выше поднимаемся, тем долина становится шире и усиливается снегопад. Мы попали в настоящую метель. Проезжаем в Сан-Пьетро-Ин-Валли, крохотная деревенька, а за ним сразу Ортизей. Как раз слева шикарнейший семейный отель Кавалино-Бьянко. Ортизей является, пожалуй, самым шумным популярным курортом Вальгардены. И представляет собой очень уютный и при этом не дешевый альпийский городок. Проезжаем второй городок Санта-Кристина. И вот начинается наша сельва. Пятизвездочный отель. Закрыт. Центр супермаркетом. Центральная площадь. Все заварено снегом. И вот наш дом бежевый с эркером. Называется Паулин. Я покажу нашу маленькую альтодезинскую квартирку. Кухня, которая является и залом. С диваном-кроватью. Телевизор. Толу-диван. Чтобы больше человек можно было поместить. Квартира наша на последнем этаже. Потолок следует линиям крыши и обшит деревом. Квартира декорирована деревянными фигурками, фотографиями цветов моего мужа. В деревянных незатейливых рамках. Ваза с шишками и ветками. Хозяйская спальня с широкой кроватью. Заправлена шерстяным одеялом и подушкой с цветами Эдельвайса. Гардеробная. Стол с зеркалом. Украшен вот таким оригинальным подсвечником. С настоящими шишками. Ну, короче, шишки Эдельвейси везде у нас. Вешалка. Мебель и двери из одного дерева и того же цвета. Шерстяная декорированная бельевая корзина. Ванная комната со слуховым окном. Бит из окна. Метель метелит. Вторая комната с двумя кроватями. Шифонер со шкафом. Телевизор. Кошка с ума сошла на новом месте. Горный интерьер без рогов. Это не горный интерьер. Лекорна. Лекурна. 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 Справа вторая ванная комната. Прихожая. Вечером метель закончилась и выглянуло солнцем. А на утро приставился вакуум. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» За Сельвой поднимаемся вверх и начинаем любоваться Сасу-Люнгу, что обозначает длинный камень. Расскажу старинную легенду про Сасу-Люнгу. Давным-давно окрестности массива Селва населяли добрые и щедрые гиганты, мирно соседствующие с людьми в долине. Но в семье не без урода и всегда найдется проныра, который думает, шкодит безнаказанно. Этот гигантский негодяй по имени Сасу-Люнгу любил воровать на полях и в курятниках, а затем обвинял лисиц или ястребов. Его родственники были добродушными созданиями, но не настолько наивными, чтобы верить лживым оправданиям Сасу-Люнгу. Поэтому не решили присматривать за ним и вскоре застались поличным. Несмотря на доказательства фактов, великан продолжал заявлять о своей невинности и обвинил своих товарищей в причинении вреда. Наконец, настал день, когда они обнаружили, что он в третий раз крадет из сада своего соседа, и это не могло остаться ненаказанным. Собрав всех великанов, великий мудрец приказал Сасу-Люнгу признаться в своих проступках. Но, учитывая упорство, с которым негодяй отрисал свою вину, он разозлился и произнес заклинание, от которого воришка полностью провлился под землю, и только рука осталась торчать из недр земли, и которой можно до сих пор любоваться, которая носит имя Чинько-Дита, то есть пять пальцев. Дорога на перевал села закрыта. А также на перевал Гардена даже не пробуют дальше чистить дорогу, доезжая до Шале Герард и обратно. Отель-ресторан Шале Герард принадлежит семье Мюснер, недавно отреставрирован с восьми комнатами и великолепным видом на Сасу-Люнгу, и является одним из лучших ресторанов Далии Гардена. Столик до ковида надо было заказывать заранее. Спускаемся обратно, останавливаемся у План-де-Гральба. Здесь тоже находится один из самых главных подъемников, он тоже сокрыт. Но, как видите, есть любители гор и лыжи. Ски-альпинизм очень популярен. Одевайте особые лыжи и вперед на горку на своих двоих. Спорт, конечно, не для слабых духом. Едем обратно в сельбу. Берем кофе у наших хороших знакомых, сестер Улли и Гитти. Их бар находится на центральной площади Пьяца Нивис, Кафе Дез Альпес, где кормят домашней выпечкой и наваристыми супами. Центральная площадь утопает в снегу. Нет туристов и нет смысла вычищать снег. Жизнь в горах была очень трудной. И в жизненных незгодах помогала вера. Поэтому исторически религиозность в Доломитах остается в большой силе. Поднимаемся по асфальтовой дорожке. Она чисто не потому, что следят больше за ней, а потому, что внизу проложено топление. Здесь традиционально устанавливали рождественский базар из деревянных домиков, ларьков и барчиков. Как видите, улочка пуста. Домик для птичек. Слева выставочный зал Тунгла. Закрыт. Большой радости в этом грустном для туризма сезоне Гарденези не отказались от ежегодного конкурса снежных скульптур. В этом году тема «Железная дорога долины Гардена». Когда-то в 1906 году для развития инфраструктуры Горной долины был разработан амбициозный проект железной дороги, соединяющий Гардену с Бальцана и с картины Дампетсу. Но он не был осуществлен. С началом Первой мировой войны для военных целей появилось необходимость строительства железной дороги, проходящей по всей долине Гардена, которая была построена в экономии и очень быстро, с помощью пленных. Среди пленных были в том числе и русские. В 1960 году железная дорога была демонтирована. Идем вперед. Здесь у нас шикарнейший новейший отель Гранд Байта. За один год снесли достаточно новую структуру прежнего отеля и отгрохали пятизвездочную со всеми пятизвездочными прибамбасами, как сауна, бассейны, спортзалы, спа, ресторанам, гурме. Продолжим нашу прогулку по снежной, солнечной и безлюдной сельве. Бот настоящий герой горные волки, которые встали рано утром и на специальных лыжах взобрались на гору и съехали с нее. Они спокойно могут обедать, так как сожгли три тысячи калорий, не меньше. В долине Гардена не только каждый отель имеет свое имя, но и каждый живой дом. Бонди, Кришпейна, Фрина, Пинцегер, деревянное крыльцо, сундук-скамейка, разрисованные наличники, окна, украшенные декорированными элементами, птичка в ящичке. Перед некоторыми домами есть метеостанция. Ой, смотрите, снежный котик! Кс-кс-кс-кс-кс! Сбежал? Подъемник Дантерчепис тоже недействующий. Муж подскользнулся. Иди ко мне, я поцелую тебя, бедняжку. Возвращаемся назад. Гардена знаменита своими резчиками по дереву. Настоящие мастера деревянной скульптуры. Церковь Святой Мария Сунты. Местная начальная школа. Мы оголодали и пошли в единственную открытую пиццерию Чамин. Посмотрите, сколько навалило снега. Даже скульптура прогнулась под весом снега. Вот и Чамин. Ура! Закат в сельве. Вид из нашего апартамента. Чамин.